Порывами сильного ветра также повалило шесть деревьев, три из них на Вербовском. На радиозаводском шоссе ветром вырвало остановочный павильон. Граждан призываем быть предельно внимательными. До 14 марта в Мурме введен режим повышенной готовности. Поправки в основной закон страны одобрены, областные парламентарии рассмотрели проект федерального закона. Были рассмотрены и другие не менее важные вопросы. Подробности внеочередного заседания в нашем сюжете. Вопрос о внесении поправок в Конституцию рассмотрели в первую очередь, как наиболее важный. На днях проект федерального закона прошел одобрение обеими палатами российского парламента. Теперь поправки должны получить одобрение региональных парламентов. По словам Романа Кавенова, они в первую очередь закрепляют понятие России как социального государства. В целях защиты социальных прав граждан были предложены изменения в соответствующей статье Конституции, которыми предложено дополнить положениями, устанавливающими минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Семейные ценности и дети, человек труда, доступная и качественная медицина, патриотизм, защита суверенитета, стабильная сбалансированная власть. Депутаты сразу нескольких фракций одобрили поправки. Многие признали, перемены в Конституции назрели. Внесение поправок в Конституцию, не зря президентам внесено всенародное голосование, это экзамен на зрелость общества для движения дальше по развитию, в том числе и демократических институтов. Сейчас мы должны консолидировано к этому подойти. Безусловно, назрело много таких моментов, которые потребовалось сформулировать. На мой взгляд, формулировки многие достаточно четкие, понятные, не наносят никакого ущерба. Еще одним важным вопросом стало утверждение двух заместителей губернатора. Первые рассмотрели кандидатуру Сергея Шевченко. За его плечами большой опыт службы в вооруженных силах и работы в органах власти. Кандидату задали несколько вопросов. Один из основных – как он намерен решать кадровый вопрос в медицине. Начиная с Ивановской академии, Рязанского медуниверситета, ПИМУ, Приволжский медицинский исследовательский университет и так далее. С ними сейчас подписываем со всеми соглашения о том, что мы увеличиваем бюджетные места и как раз выходим на эти цифры. Депутаты ожидают от него наведения порядка в области здравоохранения. В своем выступлении Шевченко отметил, что в нашей области ситуация с коронавирусом под контролем. В регионе работает оперативный штаб. Все медучреждения готовы, а медицинских масок в них достаточно около 140 тысяч. Еще будет закуплено 40 тысяч респираторов. Одобрение регионального парламента получил еще один заместитель губернатора Михаил Каратаев. Также в ходе заседания было принято решение о присвоении звания почетный гражданин Владимирской области, экс-губернатору Николаю Виноградову и художественному руководителю Владимирской капеллы мальчиков и юношей Эдуарду Маркину.